Ребята, всем привет! С вами Александр и у нас парочка турничка выходного дня. Это бой с усилениями по традициям и обычно шаровый набор, это размер не имеет значения. Так, нам дается, ну, в общем-то, легендарная награда и всего лишь два боя, но посмотрим, какие у нас здесь задания. Условия. Два суперредких хищника против легендарного травоядного. В принципе, неплохо. Давайте чем-то попадаемся. Два, блин, если бы было не два, я бы взял, допустим, раптора и спинозавра. А раз два, то на самом деле это тоже не так уж и просто. Он будет бить 2500, ну, точнее, 2250. Ничего себе. А следующее условие какое будет? Вот в чем вопрос. Хищники супер... А, три! Ладно. Раз, два, три. Ну, пробить будет его не сложно, в принципе. Я думаю, мы тут накопим достаточно баллов. Да он сейчас по-любому атакует на два. Это закон. Так, у меня два... А сейчас вот он, по идее, не должен атаковать. Так, ну что, два спиногорбатых дружочка. Сигнозух и спинозавр. Атака на три. Ну и отлично. И вот, как бы, легкая добыча для Супрано Титана. Тут мы и так за три его пробиваем, чуть ли не за два. Четыре сто, да. Вот за три пробили. Ну ладно. Атака на полную. Так, ну, просто какое следующее условие? Я, может, тут перестарался, взял Супрано Титана. Если у нас еще раз будет такое же условие, будет интересно. Травоядность. Вот так вот. Супередкий X3. Да, кстати, мне тут в комментариях писали, что у нас наш новый супергибрид. Он относится к супередким. Вот вам подтверждение, да. Я вообще, как бы, про это не думал, что супергибридов тоже как-то классифицируют. Но так и получается, что, да, у нас Моностига Топс, он хоть и супергибрид, если брать терминологию Джурасик Лорд Элайва, то он уникальный гибрид. Уникальный. Но он, да, он супередкий. Реально супередкий, как Анкелодок. То есть он не легендарный. Это прикольно. Реально прикольно. Не знаю, зачем так сделали. Ну, может, они уже, у них, у людей есть планы, как бы, у них же широченный выбор всяких гибридов, в том числе легендарных. Вот Брахиозавра введите сюда, какой-то Брахиотитана, Надопатозавра, кого-нибудь там введите, чтобы он был легендарный и был, короче, имел, ну, типа, тысяч 20 жизней. Вот это было бы прикольно. Так, а вот это вот фигня. То есть нам нужно пробить Пахи Галазавра. Пахи Галазавра пробить травоядными. Ну, тут без моностиготопса, в принципе, нечего делать. Но и в целом здесь делать нечего. Он с одного удара убивает любого. То есть никто не может ему противостоять. И что делать? 18 тысяч, понимаете, будь здесь какой-то другой хищник, у нас, получается, опять та же ситуация, которая была тоже травоядными пробить, редкими травоядными там было, по-моему, пробить его хищника какого-то крутого. Вот у нас тоже, по-моему, здесь, ну, нереально. Ну, я буду бить же его там в два раза меньше. Даже на все 8 я его не смогу пробить. Вот это опять, короче, какой-то идиот там в компании люди. Знаете, они же, наверное, это все на потоке. Он даже там не думает, какой там динозавр. Он просто случайно методом натыкал что-то там. А победить, к тебе, вот этого, метлой пробейте бункер или там танк. А как бы подумать о том, что как бы это нереально, как бы никто не подумал. Ну, атака, обязательная атака, здесь без вариантов. Так, здесь два. И здесь атакует на два. Ну, тут, ну, никак его нельзя пробить. Никак. То есть, вот сейчас меня проатакует, но это ничего не даст мне. Вот, он атаку, проатаковал меня. Хорошо. Вот, что теперь делать. На следующий ход у него будет четыре. То есть, мне нужно поставить защиту четыре сейчас. Проатаковать его на четыре. И четыре поставить в защиту? Просто, ну, мне же не хватит, да, по-моему? Как это посчитать? Ё-моё. Следующий удар плюс две тысячи удваивается. Восемь, ну... Восемь... Одиннадцать... Восемнадцать восемьсот. Пробиваем! Пробиваем, ребята! да но вот все это просто вот повезло чисто повезло то есть но по прикидкам как бы вот видите это мы реально сидеть был с калькулятором с этой таблицей которая показывает насколько увеличивается сил от комбинации сила удара вообще то есть я реально думал сейчас по другому делать ударить на 44 поставить защиту но если бы он меня проатаковал на 4 то а ничем не поменялось было бы только хуже то есть это был вообще без варианта у меня было бы всего 4 балла и я бы его два раза по четыре я бы у них никак не пробил бы фух это был единственный вариант 3 единственный фортанула нам ребята это просто адское везение надо себе эту табличку где-то распечатать у меня была какая-то картинка да где показывалось сколько там бонус от каждого удара ладно но у нас теперь есть бой с усилениями вот условия одна амфибия но обязательно взять одну амфибию а вот она что одна амфибия то есть нам нужно оставить одна амфибия потом две амфибии и потом три амфибии так вот самых сильных лету но вот один пойдет на последний бой два пойдет на предыдущий бой так ладно метри афодона тут надо больше амфибии отсчитывать то есть две амфибии сейчас уйдут на самый последний бой вот то есть гаргазуха мы нельзя брать астопозавра нельзя брать они пойдут на последний бой на последний бой так аптеродактиль так здесь нужно брать двух летунов так крутозавра например метри афодон болель я даже не знаю они что крепкие ребята так птердоустр допустим так метапозавра давайте еще раз почитаем давайте амфибии самые сильные амфибии то есть три амфибии пойдут на последний бой ну да то есть амфибии я взял правильно теперь птерозавры один пойдет 1 фибе а даже не так один на пнасть сейчас мы можем взять двоих вот так вот потом на следующий бой 1 даже вот так вот как-то ну хотя это и так я что-то прикидываю как мы будем сражаться без усиления но уже есть усиление надо как-то к рапторам заходить а то что-то мне с усилениями беда какая-то так ну все вот тут мы короче сейчас распетляю так ну по идее атаковать не должен но все может быть у ка у них же по 8 косарей жизни 3 атака на 2 это подло ну хотя бы кирдоустрова обладает более сильным ударом посмотрим что сейчас будет атака на все 4 агрессивный противник у нас но нам принципе это на руку мы справляемся тысяча у него сила ударов 1 2 3 я его пробил и 1 2 внутри на всякий случай поставлю 2 балла у него осталось ну этого более чем достаточно так ну здесь все изи там с тремя амфибиями будет замес сейчас будет один птерозавр 2 амфибия потом будут 3 амфибия такие условия амфибии вот ты пойдешь вот ты вот ты наверное и летунчик вот так вот тук-тук-тук-тук ну 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 вроде как сойдет так ну давайте поставим допустим защиту прошлый раз у нас про атаковал на 1 ставим 2 атака на 2 ну а 3 уже можно переносить атака на все три отлично так астапазавр заберет сейчас горгазуха самого сильного ну не знаю надо не надо раз два три не раз два три четыре как я так мог ошибиться афигеть просто блин а жесть мне придется троих пробивать одним метре афадонам придется использовать в селении чё-то это как-то прикинул на вбил себе в голову ш4 надо перенести ах ты блин даже лишний баллы где куда девать было пришлось лишний балл в атаку давать ну давай на все 5 он конечно же протокуя ну давай на все 5 он конечно же протокуя и получить люлей а думал все да все в шоколаде но нифига 8 сверху сейчас вот миллион урона 111 тысяч неплохо 10 можно было даже 12 таких вот пробить так ну и три амфибии а почему у меня остапозавр занят и метапозавр в последнем бое не то посчитал блин их нельзя было трогать ёшкин ты кот так ладно компенсируем это все усилениями 54 усиление ёшкин кот шо с ними делать ну так я просто пробовал в гавани покупать усиление но они постоянно дают одно и то же по моему плюс 6 или плюс 8 защиту то есть одни и те же усиление представляете себе так ну пробьет за два удара пробьет а а а а а а а а а билд но пока что равно использовать усиление рана он сейчас пробьет 4 а так она 1 х это было тупо вот блин ну нет сейчас бы как раз минус три пригодился бы Ну да, я бы его пробил бы Но неудачно В рулетку попало 5, 5, 5, 5 Атака на 4 Но это как-то он Странно себя ведет 5, атака на 4 1, 2 3, 4 И 1, 2, 3 Потратил на все баллы Но ничего, я легко смогу Это дело, в принципе, компенсировать 4 Атака на 2 4, атака на 2 То есть у него щита нет Я могу его спокойно пробивать Сейчас 1, 2, 3 Не знаю, правда, щит он поставил Их либо перенес, но посмотрим У меня теперь щит остался Я по-любому выживу А он, гаденыш, их перенес Атака на 5 из 6 Но этого нам хватит У него остался 1 балл А у меня 6 Жаль, что не получилось Использовать Минстринь, но неудачно Она попадала нам Ну вот У меня 1 балл сверху И 1 балл в запасе У меня был И этот весь такой геморрой Ради вот такого вот набора Ну 100 баксов было и метриаринг В принципе Неплохо Эх, сколько у нас наборов? 5 О, еще 100 баксов Третий набор Еще 100 баксов Блин, неплохо И гены дают, и баксы дают Но всего лишь 3 набора, ребятки На этом все Всем спасибо за просмотр Кому понравилась битва По хигалазавра и маннастиготопса Ставим лайк И до скорых встреч